Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Я сейчас сюда приехал, чтобы записать такое вечернее прогулочное видео. Я приехал на велосипеде, оставил его, походил, заснял видео, которое скоро появится на канале. И на обратном пути услышал, что едет полицейская машина, за ней еще одна, потом еще за ней одна. И они все подъехали к дому, расположенному прямо рядом с моим, то есть буквально там в 100 метрах в 200. И потом еще подъехала скорая. Я подумал, что что-то произошло серьезное. Может убили кого-то, либо что-то такое, либо может еще что-то. Ну, в любом случае, три машины полицейских и целая скорая помощь, это довольно серьезно все это выглядит. Я подъехал на велосипеде, остановился, заснял, конечно же, все это на камеру. Так как у меня теперь есть корочка у журналиста, я вам говорил, я могу спокойно все это снимать. Ко мне подошла полиция, мы с ними немного поговорили, я спросил, что здесь произошло, и они мне рассказали, в общем, вот такую историю. Ну, в этом месте, на самом деле, никого не убили, вы можете видеть вот машины, все выглядит серьезно. Просто иностранец чернокожий пришел на фирму, в которой раньше работала. Эта фирма производит какие-то масла, или разрабатывает масла, либо перевозит масла, я так и не понимаю, но что-то вот с этим связанное. Он там раньше работал, и его уволили, и вот он пришел в эту фирму мстить. Как он сам говорит, была дискриминация по отношению к нему, над ним издевались, ущемляли как-то из-за того, что он чернокожий, из-за того, что он иностранец. Потом его уволили, он все это не выдержал, у него обиды, и он пришел с ножом, чтобы отомстить этим японцам, которые все это делали. Ну, никого не порезал, ничего плохого не сделал, просто покричал на них, а не на него, какая-то, ну, не драка, а в общем, перепалка какая-то завязалась, и вот вызвали полицию. И вот на такой вот вызов приехало аж три машины и целая скорая помощь. Поговорив с полицией, они рассказали, что такие вот случаи с иностранцами в последнее время не редкость, половина вызовов, на которые они приезжают, вот таким вот количеством, связаны с иностранцем каким-нибудь. Ведь приехали они тремя машинами, ну, во-первых, потому что у него нож был и не знали, что из-за этого произойдет, а также из-за того, что иностранец изначально, как вот сказал полицейский, когда какое-то событие или там инцидент или что-то происходит с участием иностранцев, приезжает машин всегда больше, потому что, во-первых, неизвестно, какие у него физические способности, что он может сделать, и вообще менталитет какое-то, какое-то мышление этого иностранца. Во-вторых, в принципе, почему-то так по регламенту. Видимо, надо изучить, как в Японии вообще работает полиция, что они точно делают, и я думаю, это будет интересная тема для видео. И, как вы видите, раз уж такие дела есть, все-таки иностранцев в Японии ущемляют. Какого-то ущемления по отношению к европейцам я сильно не заметил, потому что, ну, ко мне относятся хорошо, не могу сказать, что кто-то как-то меня ущемляет. Конечно, если пытаться найти где-нибудь работу, то во многих местах сложно, но не связано это с тем, что я европеец, не европеец. Просто говорят, что здесь вот нужны именно азиатская внешность. Если бы вы были китаец, то без проблем. А вот из-за того, что вы европейской внешности, как-то сложно будет. Ну, возможно, это связано как-то с отношением другого коллектива, либо из-за того, что люди еще не привыкли, такое и есть. Ну, какого-то ущемления я не видел, а к чернокожим, видимо, относятся немного по-другому, раз уж вот такие вот случаи происходят. Поэтому, вот, я решил с вами поделиться, потому что и заснял, и материал такой есть. Не часто удается где-то в Японии побывать на каких-то вот таких вот местах за все время моего проживания в Японии. Что-то действительно серьезное. Я видел всего пару раз, как люди дрались, и как кто-то чью-то машину специально протаранил. А прям вот, чтобы что-то такое происходило, здесь нет. Такого вот страна безопасная, ничего не происходит. И, видите, даже на такие, по сути, не особо серьезные вызовы приезжают целых три машины и одна скорая. Вот. Что вы думаете вообще по поводу дискриминации иностранцев в Японии? Были ли у вас какие-то случаи, либо, может, и знакомы, либо вы что-то слышали? Будет интересно, если поделитесь в комментариях. Если будет что-то еще интересно, какие-то новости, или смогу чем-то поделиться, то я обязательно это сделаю. Смотрите за обновлениями на канале, и вот скоро я выложу как раз вот это вот видео, которое я сегодня заснял. Оно там идет минут 35, но я думаю, вам понравится. Ну что ж, друзья, спасибо большое, что уделили время. Не забывайте подписываться на канал, если еще этого не сделали. Оставляйте комментарии, ну и, конечно же, ставьте лайки. До встречи в следующих видео. До свидания.